Касаются одновременно и учения, и перспективы. Один, собственно, уже в уступительном сфоре как-то прозвучал по отношению к другим религиозным традициям. И здесь, в частности, в вопросе спрашивается, возможно ли интеграция учения Последнего Завета с высокими достижениями. Других религий, буддийского мира в частности. И, на мой взгляд, сопряженность с этим вопрос уже более такой практический. В начале 90-х годов мы проповедовали, а в середине 90-х были больше сосредоточены на строительстве поселения. Каковы Ваши планы на ближайшее будущее в связи с учением, в связи с жизнью Вашего сообщества? Дальнейшие мои планы, они полностью зависят от того, какой выбор будет делать человек, и как он будет прилагать усилия в виде изменения своей жизни. То есть я буду наблюдать за происходящим и в меру того, как буду видеть, насколько мое участие потребуется в каком-то месте, я, конечно же, тут же буду вставать и появляться в том месте. Да, здесь верно было отмечено, что в сопротивленном периоде я большей частью находился там, на местах земли нового обетования. Надо многое создавать, и, конечно, сейчас мы уже касались этого вопроса вначале, очень много поднимается вопросов, на которые должен ответить учитель. Эти вопросы постоянно возникают, их много. Возникает много трудностей, психологических перегрузок у многих возникает по разным естественным причинам, но он не умеет ничего это правильно делать. И неверно напрягаясь, он, конечно, приводит к себе большую усталость, и порой ему нужна поддержка, чтобы он мог поговорить, встретиться с учетом, уяснить что-то, или даже просто популить, впитать силы, и дальше, опять уверенно, шагнуть дальше. То есть новое присутствие играет очень важную роль в том, чтобы там все крепко соединялось, и люди действительно смогли решать ту задачу, которую обычно решать без учителя. На самом деле они возможности не имеют, каким бы прекрасным учением ни было. То поселение, которое формируется, не случайно было отмечено, как уникальное явление, повторение и аналога которого в мире не существует. Так нигде не строится вот такое сообщество, где решается много житейских задач, как некая альтернативная параллель существующему обществу в земле. И, насколько я сейчас обратил внимание, уже приходит время, когда ученые мира все больше начинают действительно осознавать, что в перспективе развития России, чтобы помочь тому, что сейчас происходит в России, альтернативы, кроме той, которая сейчас явно подает пример на юнико-снецкого края, не существует. Поэтому сейчас все больше внимания начинает посвящаться исследованию того, что же за явление такое происходящее в Сибири. Они признаются, что вот так соединяясь вместе, хотя даже на куда более узком уровне, когда это может быть десятками люди могут соединиться, проживание совместно друг с другом, оно, как правило, длится 2-3 года. И поэтому, естественно, существование общины на начальном этапе именно такой период многие отводили. Говорили, что это гарантированно. Вот это, правда, время общины быстро распадется. И когда они стали узнавать, что проходит 10 лет, а она продолжает расти, многих это повергло удивление. То есть для многих этого просто не должно было быть. Оно не может по-другому быть. И вот здесь сила, истинная сила, которая в этом случае призвана сплетать людей, поддерживать, она, конечно же, во многом должна прежде пульсировать в том месте. Слишком пока еще большая предрасположенность людей разбежаться, поспорить друг с другом и размежеваться между собой. Поэтому, конечно, мне очень часто нужно быть просто там. Но тем не менее, жизнь вполне сейчас может развернуться таким Богом, когда вновь может потребоваться мои неоднократные покидания того места. Но это может больше носить характер встречи, не как я делал раньше, а уж с людьми, которые в своих возможностях могут решать большие задачи, то есть занимая какие-то ключевые положения. И частью этого ответа я уже упомянул, что это уже касается мира представителей науки, администрации президента, представителей науки и также политических деятелей за пределами России. Потому что сейчас я приезжаю из Киева, в Украине очень многие достаточно интересные люди осознают, что это действительно решение. И сейчас один пробует определиться, нужен здесь смелый шаг. Тот, кто приобретает учение, он берет, то есть обретает возможность стать той основой, вокруг которой быстро начнут соединяться все. Но это очень шумное явление. И здесь действительно нужна смелость. Поэтому пока смелость неярко еще появляется, и, конечно, как Никодимы тайно многие пробуют совещаться, разговаривать, спрашивать, и, конечно, понемножечку загораются, и хотят предпринять какие-то уже более активные действия, чтобы истина могла торжествовать на Земле, чтобы прекратилось разделение, которое все больше проявляется и становится крайне опасным для жизни человеческого общества. И перспектива дальнейшая — говорить о том, сможет ли учение соединить вот так вот верующих, привезли к какому-то единству представителей буддизма или других каких-то учений. Но сказать о том, что Последний Завет должен соединить всех вместе на дружеской основе, где при этом останутся разные толкования одной истины, так и будет. Это человеческое пожелание. Это мог сделать только представитель человечества, который не имеет право открывать истину. Но благодаря своему таланту он мог бы внести некие правила, которые помогли бы сдружиться разным верованиям. Истина так не действует. Истина — это некая новая ступень, до которой теперь нужно забраться обязательно. Потому что то, в чём пребывает человек, со всеми своими прекрасными целями, взглядами на жизнь, на самом деле в таком состоянии. Люди остаются теперь уже бесполезными. То есть на самом деле они никак не могут при таком положении дел ключевым образом видоизменить то, что происходит с человечеством. Потому что при попытках соединиться вместе, ведь о чём-то договориться, не получается. Обязательно возникнут там вопросы, которые затронутся в кромерные тайны того иного вероучения. И на этом все обязательно разойдутся. Я пробовал появляться на разных конференциях, где я как будто бы беспокоюсь о мире. Это вот не так давно в Кишине произошло, где было создано такой большой, грубый стол. И много представителей разных учений попробовали приехать и поговорить о них. И все понимают, что развивается война, какие сложности открываются, надо, видимо, договариваться. И вот и они собрались. А картина характерная. Если так собираться, можно не занимать попуску время. Там не договариваются. И наименьшей возможностью договориться обладают как раз именно представители религиозных учений. Наименьшей возможностью договориться именно они обладают. Это большой сложный вопрос. Поэтому здесь, чтобы позволить религии в истинном смысле, не в том, как это было в древности, потому что образ на самом деле был сотком деяниями человека, не верят. И сейчас о религии говорят, зажимаясь как-то, стесняясь, смущаясь. Слишком много нечистого было сделано там, где все обозначалось понятием религия. Так вот, это все должно претерпеть серьезное преобразование. Серьезное преобразование. И голос верующих, голос людей устремленных, он может быть сильным только в одном случае, когда все сплетутся на основе одной, единой, гармоничной, отвечающей на все жизненно важные вопросы, касающиеся развития человека, истины, где дан будет ответ на все, что могло стать камнем преткновения в познании людей той или иной истины. Поэтому эта истина, она не принадлежит никому. Она лишь как отголосок может сказать, да, это то, что закладывалось в 2000 лет на земле Израиля. Но это не то, что сейчас можно увидеть в жизни христиан. Это далеко не то. Христиане далеки от Нового Завета. Они очень сильно дорожат тем, что принесли к Новому Завету. Всем только не предание, а вот там толкования человеческие. Люди разделены только на этих толкованиях. И христиане разделены не на Новом Завете, а на толкованию, которое они сделали, утвердили как закон, а теперь как вокруг якоря крутятся, и никак не могут оторваться и шагнуть дальше. Вот сумеют ли они оборвать верь, связывающую их именно с якоря, а не с Новым Заветом? Сумеют ли они подойти и осмыслить то, что им Богом дается сейчас? Вот тут уже может развернуться величайшая перспектива становления веры одной на всей земле. Но выбор должен быть сделан человек, и прежде тот, кто занимает ключевое положение в своем религиозном обществе. Ведь прежде они встают сами в поемах дверей, и, как правило, сами не входят, и многим мешают войти. Но эта ситуация сейчас своеобразная, как неизбежность. Поэтому я рад, чтобы все могли соединиться, потому что я рад, когда многие учения учат любить, учат чему-то хорошему. Мне приятно наблюдать, когда разные представители разных учений в чем-то, хоть что-то, мы можем сделать действительно хорошее. Где-то накормить бездомных, где-то обогреть, подоставить кровь, где-то кого-то защитить. Это замечательно. Рассказать о любви прекрасно. Но этого мало. Надо вместе с ними соединиться. А соединиться можно только, когда будет единая идеологическая основа. Там не должно быть разных взглядов на одну истину. Тем более, что это просто несерьезно говорить об одном разным языком и даже придавая этому часто, можно сказать, противоречивое толкование. Но такого у истины быть не может. Она одна и должна иметь одно ясное во всех отношениях сейчас толкование. Ну а об отце мог рассказать только сын. Это никто не мог знать раньше. Но сейчас вы и находитесь в непростой такой эпоху. Где многое нужно будет сейчас уметь разобраться. Но трагедия, которая разворачивается сейчас на земле человеческом обществе и касающаяся сейчас России, ее можно разрешить именно с этой позиции. С нестандартного положения, вернее, отношения к данным явлениям. Я слышал высказывания сейчас некоторых лидеров, что остановить развивающийся терроризм невозможно уговариванием, потому что там они понимают, есть определенная идеологическая база, которую так не выбежит политическими какими-то экономическими методами. Верно, ее так не выбежит. Тогда, если не подойти правильно, останется действительно то, к чему многие начинают приходить. Надо всех убивать в этой связи, тех, кто хоть как-то к этому причастен. Это не выход. Это не выход. Есть другой выход. Но он требует смелости. Это выход, когда сейчас должно быть предпринято усилие к рассмотрению истины, проявленной на земле России. А вдруг это то, что действительно все учения ждут? Ведь в исламе достаточно ясно, гораздо более, чем у христиан, есть понимание того, что придет в последнее время учитель, Иса, как они его называют, объединит христиан и объединит христиан с мусульманами. У них замечательная такая предрасположенность к восприятию истины. Хотя, конечно, немало и того, что может препятствовать. Но, тем не менее, в этом смысле у них несколько более благоприятная идеологическая подготовка. И значит, если приступить к рассмотрению сейчас того, что здесь происходит, а вдруг это действительно истина, очень многое, быстро можно будет развернуть таким образом, когда объединяющиеся верующие совершенно видоизменят всю идеологическую основу, способную создавать предрасположенность к террористическим каким-то людьям. В этом случае, естественно, нужно понимать, что, как правило, терроризмом руководит кто-то, кто действительно может вовсе не относиться как-то уважительно к какой-то духовной, к какому-то духовному мучению. Но здесь надо сразу посмотреть в другую сторону. Исполнительно. Это те, кто очень верят в какой-то установке, каким-то законам, своеобразно толкуемых тем или иным представителям того или иного мучения. И вот здесь, это идеологическую основу, надо обязательно изменить. Но возможность изменить есть только одна, когда действительно можно предположить, что то невероятное, то, о чем как будто бы многие говорят, но на самом деле все внутри в глубине считают немыслимым, невероятным, но оно, оказывается, все-таки, наверное, произошло. И вот этот необычный подход, он может значительно изменить сейчас события, происходящие вокруг. Жертв может быть гораздо меньше. Но выбрать надо быть человеком.